Это один из самых узнаваемых органов человеческого тела. Самый часто изображаемый на плакатах, в рельефах и даже в виде памятников. Самый защищённый. Он практически со всех сторон окружён костной тканью. И вместе с тем загадочный и беззащитный. Недуги головного мозга оттого считаются такими страшными, что поражение даже маленького его участка откликается во всём теле. Ведь мозг этим телом и руководит. Он отвечает за всё. А самая опасная болезнь головного мозга, описанная ещё в античные времена, – инсульт. На самом деле у него много имён. Названы в древности апоплексии. Про императора Павла I говорили – скончался апоплексическим ударом. Потом появились термины тромбоз, эмболия, мозговой удар и, наконец, современное – инсульт. При всей опасности и сложности этого заболевания важно понимать две вещи. Инсульт – это не единовременное событие, а процесс, развивающийся во времени и пространстве. Сам по себе инсульт не так страшен, как отсутствие медицинской помощи сразу при появлении первых симптомов. И второе – последствия инсульта сегодня научились преодолевать и довольно успешно. О том, что такое возможно, подчас не знают даже люди, страдающие от этой болезни. И, может быть, в этом и есть главная опасность инсульта – в незнании людей, что от него можно вылечиться. Это научный центр неврологии в Москве. Изучением и лечением инсульта здесь занимаются уже больше 65 лет. Эта процедура существует для восстановления ходьбы у пациентов после инсульта, в частности. Тут самое время ответить на вопрос – так что это за болезнь такая? Инсульт. Говоря точными терминами медицинского языка, инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения. Вообще, современная наука различает два вида инсульта. Ишемический и геморрагический. Причем на долю ишемии приходится примерно 80% всех случаев. Итак, геморрагический инсульт – это непосредственно кровоизлияние в мозг, когда из поврежденного сосуда кровь выходит наружу. При ишемическом инсульте, наоборот, наступает прекращение поступления крови к определенному участку мозга вследствие закупорки сосуда по тем или иным причинам. Но в любом случае надо понимать, что инсульт очень опасен, потому что ведет к поражению клеток мозга. А это, в свою очередь, влияет на функционирование всего тела. Это устройство называется локомат. Здесь есть система разгрузки веса, то есть она как бы облегчает вес человека. Ну и роботизированные артозы, которые, собственно, передвигают ноги человека, имитируя тем самым ходьбу. Саму пациентку в жесткий корсет из ремней ее ноги пристегивают к искусственным конечностям, напоминающим ноги робота. Собственно, так оно и есть. Даже название этой процедуры звучит, как взятое из фантастического фильма или романа слова – робототерапия. То есть, насколько я понимаю, вот зафиксирована здесь вот нога, и дальше сам по себе аппарат начнет двигать человеческую ногу. Да, все правильно. То есть нога пациента фиксируется к ногам робота, скажем так, и робот уже дальше начинает имитировать ходьбу. То есть он совершает движение. А вот как это все работает. Нога робота с пристегнутой к ней ногой человека делает пробный шаг назад, механизм немного ждет, будто что-то высчитывает внутри себя. И вот обе ноги пошли, а вместе с ними и ноги больной инсультом. Сначала, как правило, робот берет на себя большую часть нагрузки, чтобы человек привык к этим движениям, чтобы человек понял, что вообще происходит. И потом постепенно, в зависимости от способности пациента ходить, процент работы, пациент участия локомата, он уменьшается. До где-то порядка 20-10, где-то 10 процентов в среднем. Но зачем нужны все эти ухищрения, если ноги после перенесенного инсульта и так плохо ходят? Ведь это робот заставляет их двигаться, а не человек. Так какой же смысл? Нашим телом управляет центральный отдел нервной системы. Из головы летят приказы. Руки подняться, ноге сделать шаг и так далее. Со всеми органами. Это понятно. Но при инсульте как раз и страдает мозг и те его отделы, в том числе, которые отвечают за это движение. Поэтому смысл постинсультной реабилитации сделать все наоборот. Заставить любыми ухищрениями двигаться тело, чтобы голова как бы вспомнила, как это нужно делать. Это явление даже имеет специальный термин – обратная связь. Тело искусственно заставляет двигаться, и в мозг летят импульсы, что, например, ноги находятся в движении. Если это делать долго, систематически, еще стараться самостоятельно помогать этому движению, тогда происходит почти чудо. Неповрежденные клетки мозга начинают принимать на себя утраченные функции. Такой оригинальный способ обмануть мозг, словно сказать ему, ты же видишь, ноги ходят. А раз ходят, значит, ты все еще можешь ими управлять. Вот только эффективность обратной связи зависит, в первую очередь, от участия самого больного. Это не видно глазами, но это можно изобразить, как прямо сейчас происходит обратная связь. В мозг словно летят импульсы. Я хожу, я хожу. И он учится это делать самостоятельно. Каждая тренировка – это где-то в среднем 40-45 минут, ну и дается в среднем где-то 10 процедур. То есть, соответственно, этот курс потом можно повторять. Если его повторять где-то несколько раз в год, курс там по 10-20 процедур, то это будет оптимальный вариант, конечно. И будет результат? Будет результат. При условии, что пациент будет принимать активное участие в работе, прилагать усилия, то, конечно, результат будет. 100%? Ну, фактически 100%. Но еще до робототерапии были и другие способы заставить человеческое тело двигаться. И в постинсультной реабилитации их используют до сих пор. Головной мозг управляет нашим телом с помощью нервных импульсов. А что это такое? Ну, это фактически электрический разряд, который идет по нервному волокну к скелетным мышцам, гладким мышцам, сосудам, железам и так далее. Наше тело управляется электричеством. А значит, его можно частично контролировать и минуя головной мозг. Надо только подвести электрический ток извне, подобрать ему нужную частоту. Вот так. И все. Рука будет работать сама по себе, без участия человека. Все это, хоть и напоминает жутковатый сюжет знаменитой книги «Франкенштейн» или «Современный Прометей», но, тем не менее, вполне себе мирный и вот уж действительно современный способ борьбы с последствиями инсульта. В лечебно-реабилитационном центре Росздрава перемешивших инсульт учат ходить с помощью электричества. Сейчас мы смочим электроды. Ну, все готово. Пойдемте, Ленка. Дальше начинается непривычная процедура. Ноги пациентки опутывают проводами. Команды, которые человек посылает, не доходят до мышц. То есть, в силу того, что человек, вернее, не может послать эти команды. И ваша задача? И наша задача – заставить эти мышцы работать. Тем самым мы улучшаем их трофику, кровообращение. Мышца вспоминает, как она должна работать. Надевают пояс, на него аккумулятор, который будет посылать электрические импульсы. Интересно, что электроды идут к обеим ногам. Хотя известно, плохо работает лишь одна из них. То есть, получается, у нас на левой здоровой ноге сейчас стоит как бы синхронизатор, который считывает импульсы со здоровой ноги. А на правой – устройство, которое будет стимулировать эту ногу. Совершенно точно. И устройство, которое сейчас надето на пациенте, оно понимает. Вот пошла разгрузка с левой здоровой ноги. Значит, сейчас нужно начать стимулировать ногу, которая плохо работает. И вот так вот это работает. Опять же повторимся. Это простой и вместе с тем обязательный принцип. Пациент должен участвовать в реабилитации. Включать мозг, напрягаться, не быть пассивным. Иначе все бессмысленно. Все, мы готовы к ходьбе. Ходить неважно где. Можно даже в коридоре. Стараемся ногу высоко не поднимать. Не забываем переносить вес на больную ножку. Ну вот вы видели, она с палочкой с трудом шла. А сейчас вот она идет уже без палочки. Причем самостоятельно она ходит вот так второй день только. Можно сказать, это первые самостоятельные шаги без опоры. И вот как это выглядит. От ноги, которая работает хорошо, идет импульс на аккумулятор, закрепленный сзади. И тот посылает электрический разряд на вторую ногу, помогая ей сделать шаг. Понятно, что без этой помощи человек не сможет хорошо двигаться. Но опять же, тут начинает работать обратная связь. Мозг будто осознает, что все движения правильные, какими они были до инсульта. То есть получается, это практически вот человек пошел. Ну, не все так, конечно, быстро происходит. Но, в общем-то, благодаря электростимуляции, конечно, восстановление идет более быстрое и более полное. Таким же способом электростимуляции можно улучшить работу рук, да, в общем-то, любых мышц. Даже тех, что участвуют в голосообразовании. Вот, на пациенте найдется специальный, ну, что-то типа воротника с электродами. После инсульта у него возникли проблемы с речью, а нажатием кнопки на гортань посылается слабый электрический ток, помогающий говорить внятно. Измазалась в грязи. Измазалась в грязи. Измазалась. Измазалась в грязи. Фух. Даже я вымытался. Кстати, распознать инсульт можно и самостоятельно, без помощи медиков или специальных инструментов. Нужно только сделать УЗП. Это аббревиатура. Итак, У. Улыбнуться. При инсульте улыбка либо совсем не получится, либо выйдет какая-то неестественная кривая с опущенным уголком рта, например. Дальше. З. Заговорить. Сказать что-нибудь простое, например, хорошая погода за окном. При инсульте часто, но не всегда, нарушается произношение. И, наконец, последнее. П. Поднять обе руки. Если они поднимаются не одинаково, это может быть признаком инсульта. Поиски способов реабилитации после инсульта иногда и совсем неожиданно приводят к совсем фантастическим проектам. Или наоборот, уже вполне реальным. Дистанционный пульт управления телевизором. Ведь тоже устройство, придуманное, чтобы меньше работать мышцами. Но после перенесенного инсульта даже такого простого нажатия на кнопку может не получаться. А если представить себе ситуацию, что оно и не нужно. Вот ты просто подумал. И телевизор сам переключился на нужный канал. Это прямое управление электроникой из головы. По-научному называется BCI. В переводе английской аббревиатуры на русский получается мозгокомпьютерный интерфейс. Биологический факультет МГУ. Рабочий кабинет профессора Александра Каплана. Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Кабинет профессора Александра Фролова. В кабинете Каплана много изображений мозга. Попадаются даже карикатурные. В комнате, где нас встречает Фролов, все аскетично и по делу. В глаза бросается только игрушечная модель. Видимо, раньше это был танк. И профессор Каплан, и профессор Фролов независимо друг от друга уже не один год исследуют возможности мозгокомпьютерных интерфейсов. И оба они создали устройства, с помощью которых можно управлять электроникой прямо из головы. А что для этого нужно? Компьютеры и оборудование для электроэнцефалографии. А, ну да, еще, конечно, тот, кто согласится в этом во всем участвовать. Если вольно перевести электроэнцефалографию с греческого, то получится электрическое изображение головного мозга. Как мы уже говорили, наше тело управляется электрическими нервными импульсами. И в головном мозге идут электрические реакции. А раз так, то с помощью электродов их можно считать и расшифровать. Впервые это было сделано в конце 19 века. И до сих пор электрическая активность мозга изучается. Ведь это один из самых безопасных способов проникнуть в его глубины. Сейчас мы будем устанавливать электроэнцефалографические электроды. Оденем вам специальную шапочку. Под нее будем устанавливать, собственно, вот эти датчики. Мозгокомпьютерный интерфейс Каплана рассчитан на то, что человек сможет писать слова на мониторе компьютера, просто думая о них. Подопытным в его эксперименте буду я сам. То есть получается, это самая обычная шапочка для снятия электроэнцефалограммы? Ну, не совсем обычная. Дело в том, что такая стандартная шапочка. В ней просто пассивные электроды. А вот в этой шапочке активные электроды. Она так и называется – актикап. Мозгокомпьютерный интерфейс Фролова. Создан с таким расчетом, что человек сможет, опять же, как бы ментально управлять мобильным устройством. Радиоигрушкой, например. Например, Ольга, ассистентка Фролова, покажет, как это возможно. У меня ощущение, как будто я сейчас на электрический стол буду садиться. В принципе, это, так сказать, в общем-то, это и есть такое хозяйство, потому что все то же самое. Замечательно. На меня и на Ольгу надевают шапочки для энцефалографии. Ну что, все готово? Да. Я иду? Так, следующий этап – это будет обучение классификатора ее индивидуальным паттернам активности мозга. В переводе это означает – компьютеры сейчас будут настраиваться на наши мозговые волны. То есть идет калибровка живой материи и неживой электроники. Все, настройка закончена. Запускаем систему, у вас все готово, да? Да. Отлично. Тогда мы начинаем. Идея мозга компьютерного интерфейса Каплана. Передо мной на мониторе алфавит. По нему бегают строчки. Горизонтальные и вертикальные. Так вот, я загадываю буквы первого слова. Допустим, Н, как Николай. Когда строчка проходит через мою букву, я просто говорю про себя «один» или «н» и так несколько раз. Вот сколько строчка пройдет по букве, столько раз я на нее среагирую. Но все это происходит мысленно. Никакие мышцы не задействованы. Дальше. Мозгокомпьютерный интерфейс ловит мою мысленную, читай, электрическую реакцию на букву и ставит ее в начале слова. Потом следующая буква, следующая и так до конца. Ошибся? Можно таким же способом выбрать команду «стереть» – «бэкспейс». Вот. Она должна сейчас воображать себе левую руку. Угу. Мозгокомпьютерный интерфейс Фролова одновременно и проще, и сложнее. Тут нет никаких строчек, только команда на мониторе. Загорается стрелка налево. Ольга должна представить себе собственную левую руку. Направо – правую руку, команда – вперед. Нужно представить, ну, как бы почувствовать обе ноги. Если все происходит правильно, то нарисованный танк на мониторе двигается точно в соответствии с командами. Вот Антон ухитрился написать без единой ошибки пока что все слова. Даже те, которые сам придумал. Это очень странное ощущение. Ведь я фактически ничего не делаю, только думаю. А на мониторе будто по волшебству появляются загаданные мною буквы. Я написал два слова – «наука», «пропуск», «познание» – и восклицательный знак поставил. Ну так, на всякий случай. Чуть влево она не очень двигается, да? А у Ольги проблемы с поворотом почему-то именно налево. Мы попробовали повторить эксперимент с настоящей радиоуправляемой игрушкой. Тот же результат. Игрушка почти наехала на цель. Но в последний момент именно налево она не смогла повернуть. Но в этом нет ничего страшного. Устройство Фролова еще будет дорабатываться и совершенствоваться. Уже сейчас это что-то невероятное. Ведь вдуматься – это управление прямо из мозга. Для обездвиженного, например, после инсульта человека – настоящее спасение. Можно управлять собственной коляской или рукой манипулятора. Обычно человек за 10 минут на цель заезжает. А я вам говорю, что был рекорд, когда человек наехал на 8 целей за 10 минут. Конечно, эта технология в основном исходно была задумана для людей, которые парализованы. Причем полностью парализованы. Мы дали ему курсор, и теперь он может гулять в интернете. То есть вот такому обездвиженному человеку. Полноценную работу человеческого тела. Процедура – балансотерапия в Московском научном центре неврологии. Это если из-за инсульта нарушилась, например, координация тела. Ваша задача – при помощи изменения центра давления с одной ноги на другую вправо или влево, или вперед в сторону пальцев, или давить на пяточки. Согнать мячик в корзинку. Согнать мячик в корзинку. На первый взгляд, несерьезные корзины и мячики. Но все это сделано специально, чтобы заинтересовать больного. Ведь, как мы уже говорили, он должен прилагать усилия, активно участвовать в процессе, а то никакой реабилитации не получится. Или вот такое устройство, рассчитанное на разработку хватательного движения руки. Тоже игровая форма. Кажется, что даже слишком какая-то игровая. А это вообще игровая приставка. Да? Используется как медицинский тренажер. Смысл тот же. Расшевелить пациента, заставить его совершать движение, в данном случае мах рукой, как можно дольше и как можно усерднее. Азарт игры присутствует. Так как здесь набираются очки, спортивный интерес. Человек просто хочет, идет мотивация. Больной хочет выполнить конкретное движение. В лечебно-реабилитационном центре Росздрава существует терапия с помощью костюмов для космонавтов. Это тяги для специального костюма гравистации. Их придумали, чтобы в состоянии невесомости у людей, работающих на МКС, не атрофировались мышцы и не развивалось неправильное положение тела. А теперь все это используют и в постинсультной реабилитации, сковывая тело пациента и навязывая ему единственно верное движение. Тяжело дышать, да? Ну, если полной грудью. Так, напряжем. Или сжатием одновременно всех мышц, давая возможность мозгу снова их почувствовать. И, в принципе, даже если человек просто стоит, не двигается, все равно идет терапевтический эффект. Да, терапевтический эффект. Совсем экзотическая транскорониальная стимуляция. Это когда магнитные импульсы посылаются прямо в мозг больного. Сложная терапия, при которой нужно совмещать. Компьютерный снимок головы пациента, с ним самим сидящим в кресле. Нельзя ошибиться ни на миллиметр. Но вот слабый магнитный разряд в определенный участок мозга, и рука реагирует. Таким образом налаживается, восстанавливается заново связь тела и клеток мозга, отвечающих за это движение. То есть такая получается у нас, такая, приказ двигаться прямо посланный из мозга. Из мозга, верно. В условиях инсульта смещается мозговая структура из привычной зоны в другие участки мозга. Поэтому мы методом картирования можем найти именно ту часть мозга, которую нужно стимулировать для того, чтобы улучшить движение в парализованной конечности. Это видимое разнообразие методик и принципов реабилитации после инсульта на первый взгляд скрывает главное, что наоборот должно объединять их всех. Участие больного в собственном выздоровлении. Инсульт может быть одна из немногих болезней, которая, по крайней мере сегодня, почти никогда не наносит человеку смертельный удар, а лишь надламывает его силы, словно предлагая страшный выбор. Теперь улучшение или ухудшение состояния зависит от тебя самого. Многочисленные примеры восстановления доказывают, что наш мозг удивительно пластичен. После поражения из-за инсульта одного участка он способен восстановить его функции в другом месте. А значит, главное – не опускать руки в буквальном и переносном смысле. Хрестоматийное движение – это жизнь. Очень подходит к постинсультной реабилитации. Действительно, главное – двигаться через силу, может слабо, но не останавливаться. Ведь вариантов реабилитации много, а смысл, как всегда, один – твое собственное желание и стремление выздороветь. Продолжение следует...